Всем привет! Мы приехали в наш дом, дом собственников, и хочу вам провести рум-тур по предчистовой отделке. Всегда все показывают результаты, как я всегда говорю, что важен процесс, поэтому я считаю, что сейчас важно зафиксировать этот этап, который уже у нас есть, потому что на следующей неделе монтаж кухни, которая приехала. Кухня! 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 Помните, когда нам остановили фиолетовую дверь, мне некоторые писали, что Вика, вы такая счастливая, что так и хочется вам дать лимон съесть, чтобы вы немножко перестали быть такой счастливой? Не получится, кухня! Извините, но в этом меня поймет только тот, кто делает себе ремонт, тратит на это кучу времени, сил, денег и реализует то, что он хочет, и очень сильно любит свой будущий дом. Не то чтобы как бы оправдание моим эмоциям, но жизнь происходит, рабочие моменты происходят и так далее, много неприятного. Но это такая большая отдушина, когда ты видишь, что реализуется самая твоя большая мечта. И какие тут эмоции могут быть другие, какие? Никаких. Смотрите, в общем, красное внутри. Вот это вот золотишко, это цоколь. А это моя серо-голубая кухня. Господи, как хочется что-то распаковать, посмотрите. Хотя бы один фасад, как он получился. Вот сейчас вот этот распакуем. Это что вот за свет такой тут прекрасный падает? Ну что вот это вот такое вот? Диско-шара-то как же не хватает? Зато есть кухня! Ай, здрасте. Ага, а ты не эмаль, я поняла. Я открыла внутреннюю полку. Короче, это не цвет нашего фасада. Этот цвет внутренних полок, который мы подобрали, плюс-минус похож. Точнее, даже не внутренние полки, а это стенки, по-моему, между шкафчиками. Это ЛДСП. На слева, кстати, тоже хороший, но это внутренние. Так, монтаж кухни у нас запланирован на 23 апреля. То есть это на следующей неделе. Потом мы должны сами сделать столешницу из фанеры. Потом мы должны еще уложить плитку на эту фанеру, замазать красную затирку и установить раковину. Раковину, кстати, я купила сегодня. Раковина очень красивая, зеленого цвета. Что мы имеем на сегодняшний день? Начнем, наверное, с прихожей? Пойдем с прихожей. А ничего нового мы не имеем на сегодняшний день. Стены все зашпаклеваны. Пока что еще не все отшлифованы, но все зашпаклеваны. Плитку битую вы видели? Она все так же лежит, еще не затерта, но в очень небольшой грязи. Пока что она закрыта, все это будет очищаться и затираться. Мой кабинет это пока что склад просто всех вещей. И сегодня вечером начинают вывозить уже мусор, инструменты, которые больше не нужны. И здесь заливали наливной пол в первую очередь. Поэтому пока что сюда все перетащили, чтобы залить его дальше в других помещениях. Поэтому здесь пока что даже смотреть нечего. У нас есть уже карнизы, которые тоже еще не зачистили, но они уже есть. Меня спрашивали, почему гипсовые карнизы, а не полиуретановые. Я просто очень сильно люблю гипс. Если у них есть какие-то еще шарики, как у меня, то вообще, по-моему, смотрятся просто как шедевр. Это все еще будет зачищаться. Гипсовые карнизы, они дешевле вообще получаются часто, чем полиуретановые. Но монтаж гипсовых карнизов, он дороже, потому что он намного сложнее. В общем, работа достаточно трудоемкая. Но вот этот мне угол очень нравится. Здесь как-то много углов. И очень прям красивый виден карниз. Классный. Это все будет краситься в цвет стены, цвет потолка. То есть у нас прихожая, единый цвет, он переходит от стены на карниз и на потолок. Поэтому это просто будет такой барельеф, который будет выступать. По факту это все в один тон и темный тон в прихожей, чтобы попасть в нашу светлую кухню, гостиную. Нам установили скрытые двери. Дверь первая ведет в наш гостевой санузел. Почему у нас на этой стене скрытая дверь, а не обычная дверь? Потому что вся эта стена, она будет покрашена в тот же цвет, который из прихожей. То есть у нас получается здесь один свет и дальше в кухне, гостиной другой. На ней не должно было быть видно как-то филенки, это красиво. И здесь будет потому что роспись. У нас с вами перегорела лампочка, поэтому будем вам светить фонариком. Леопардовая плитка на стене. У нас и на полу леопардовая плитка, но только в зоне душевой. Это вот вся зона душевой получается. И на стене она выходит. Я напоминаю, что плиточку нам сделали наши друзья люкс-микс. Это цементная плитка. То есть каждая плиточка нарисовалась вручную. Каждая отдельно. Это никакая не штамповка. И вообще все узоры, все пятнышки разные. И это, конечно, вызывает просто невероятное восхищение. Вот смотрите, чтобы не делать подрезку плитки, мы опустили немножечко потолок ниши гипсокартоном влагостойким. Его будем тоже покрывать, соответственно, и не красить тут в этой зоне душевой. То есть тут у нас цементная плитка, а вот по этим всем стенам у нас будет микроцемент. Микроцемент это тот материал, который можно сделать в зоне душевой, в зоне ванн. Не просто во влажном помещении, а прям напрямую в том месте, где будет у вас вода. Вот, то есть он для этого приспособлен, создан, и все с ним будет прекрасно. Будет микроцемент, у нас цвет этой плитки. И сегодня Олеся привезла нам, как это назвать-то? Образцы. Образцы, да, пробный выкрасый микроцемент. Так сейчас приложим и посмотрим, насколько оттенки совпадают. Мы их подбирали по НЦС. Потрясающий цвет. Под ногти, прямо. Господи, это в детский санузел. В детский. Очень красивый какой он, красивый, божественный. Так, это по идее должен у нас быть в ванную, в нашу. Красивый тоже, да, на солнце прям. Такая карамелька итальянская. О, слушай, ну вот приятно, потому что когда мне Алена присылала... Алена это человек, который нам продает микроцемент, штукатурку декоративную, обои, краску и так далее. В общем, когда она мне присылала фотографии, как получилось, я такая... Ты уверена, что это тот оттенок, который мы заказывали, какой-то он слишком зеленый? В общем, пойдем примерять. Сейчас, конечно, с фонарем мы это все посмотрим, но... Венгардиум левиоса. Ой, нет, не левиоса, как это? Люмен. В общем, тон не совсем совпадает все-таки. Да. Изначально замысел был таков, что фоновый цвет плитки перетекает в цвет микроцемента. Надо подумать. Надо подумать. Просто новые образцы ждать. Еще примерно месяц. Очень не хочется переделать. В общем, на мой взгляд, эти оттенки, они вообще даже, знаете, как сочетаются? Вот этот вот серый наш на микроцементе, он даже больше подходит к зеленым пятнышкам. Да, к зеленым вот этой вот нашей окружности. Окружности пятнышек. Вот. В общем... Полтергейст. Уже... Мне нравится вообще это сочетание. Ну и, откровенно говоря, ждать образцы еще месяц я не готова. Они делаются в Беларуси. Да, он разный. То есть фоновый цвет плитки и микроцемента он разный. Но, тем не менее, оттенки приятные. Поэтому я пытаюсь понять, не нравится ли я себя успокаиваю. Угадайте, какого цвета тут заказан полотенцесушитель. Зеленый? Нет. Желтый? Нет. Красный. Сумасшествие. В общем, цветочки есть на обоях красного цвета. И я подумала, что если когда-нибудь даже эти обои, например, мы захотим снять, поклеить другие, покрасить эту стену, в любом случае красный тот цвет, который здесь подойдет, потому что он сочетается абсолютно со всем, что здесь есть, во-первых. Во-вторых, красные элементы есть в нашем доме. И красный плитки и сушитель останется при любом раскладе, даже если мы захотим изменить отделку этих стен. Тут у нас с вами наливной пол, который перетекает абсолютно по всей площади первого этажа. Про него сейчас расскажем отдельно. Как вы знаете, у нас битая плитка только в прихожей, и тут она очень так вот неровно заканчивается, как бы обрывается. И из нее должен как бы вытекать наливной пол. И наливной пол, наше покрытие абсолютно по всему первому этажу. У нас водяной теплый пол по всей площади первого этажа. Наливной пол это что-то очень интересное. Сейчас он покажется в черновом варианте, он еще не шлифованный. Давай, наверное, этот участок покажем. Мне хотелось очень сильно сделать бесшовное покрытие. Смотрите, наливной пол это вообще черновая у меня история. Это тот пол, который под какое-то дальше покрытие должен вложиться. Но я его хочу сделать чистовой историей. Мне очень сильно нравятся вот эти вот все точечки, пузырьки. Это классно смотрится, и тот стиль, который мне здесь нужен. Дальнейшее наше действие с этим полом. Мы шлифуем все вот эти вот участки, где у нас как бы стыки. То есть залили наливной пол, разровняли, дальше следующую массу залили. И получился вот такой вот стык некрасивый. Это все будет шлифоваться. То есть по факту у нас останутся вот такие вот дырочки. Нам это и нужно. Дальше будет все гладенькое. И следующий наш шаг. Я посмотрю на наливной пол. Либо мы его покрываем просто эпоксидкой. И он такой полуглянцевый становится, что тоже мне очень сильно нравится. Либо мы его красим в цвет стен и цвет потолка здесь. В гостиной светлые стены, потолок и пол должен быть примерно плюс-минус такой оттенок. То есть такой серо-бежевый, нейтральный. И классно будет сделать, чтобы это было, знаете, такой как кубик. Все было покрашено в один тон. Но если так окажется, что наливной пол и в таком формате мне нравится, то мы его заливаем эпоксидкой. Просто под цвет пола мы подбираем тогда уже дальше стены и потолок. Если мы хотим бесшовное такое же покрытие, наливной пол, но чтобы не было вот таких вот дырочек, есть декоративный наливной пол. Это как вот микроцемент, как декоративная штукатурка. То же самое. И там еще и можно сделать разные эффекты. То есть, например, там эффект мазанки. То есть такие у нас там мазочки могут быть красивые. Это смотрится еще дороже, еще круче. У меня тут цель приблизить пол больше к лофту. То есть смешать, да, вот в моем стиле примешать немножко к лофту. Поэтому мне нужен был пол такой больше чернового формата. Потому что на нем очень красиво будет смотреться деревянная мебель, хрустальная люстра. Короче, все вместе, симбиоз. Получится классный. Поэтому нужен был такой черновой формат. Кстати, наливной пол спрашивали вообще, что это такое и как это все выглядит. Я без понятия, потому что это те материалы, которые покупает Влад. Но я думаю, что клей Ultima. Не знаю. В общем, я спрошу у Влада, что за наливной пол. Но это тот самый наливной пол, который продается просто в строительном магазине, типа Лерой Мерлен, Оби или на рынке. Короче, никакой не декоративный и недорогой. И по работам у меня здесь вышло, по работам, по полу дешевле, чем дерево, дешевле, чем плитка. Примерно как ламинат получилось. И дерево на втором этаже, кстати, тоже у нас получилось как ламинат по стоимости. Вот у кухни. Здесь у нас будет два пенала. Ставят пенал с холодильником и пенал с духовкой и свече. Метр двадцать. По шестьдесят сантиметров корпус. И метр двадцать мы, соответственно, оставили под них. Дальше что у нас здесь? И здесь мы оставили под камин. Мы в ближайшие дни должны будем решить историю с камином, потому что сначала мы хотели с Ваней открытый традиционный, но он настаёт вообще только на угол. А если открытый традиционный на угол, то он занимает очень много места. Вот, поэтому есть идея сделать его как-то полукругом, может быть, и топку за стеклом, но камин полукругом, и его дальше уже там оформить барельефом гипсовым. В общем, подумаем, как это сделать. Оставили пока что тут тоже место без карниза. И что ещё по первому этажу нового, что вы не видели? Ступени. У нас ступени, лиственница. Тот же самый материал, что у нас на полу на втором этаже. Дерево, живой материал. В любом случае уже есть какие-то даже трещинки. Вот я удачную ступеньку открыла, где нет никаких трещинок. Но любые трещинки, они заделываются. Это мы будем покрывать ещё маслом, будет другого цвета. И на подступёнке мы латунные листы устанавливаем, те, которые я купила на рынке, я вам их тоже показывала. Так, мы с вами поднимаемся на наш второй этаж. Сейчас я ставлю микроцемент и продолжу свой рассказ. Проходим в нашу спальню. В спальне теперь рабочее место Юли Савы. Это один из главных подарков на моё 30-летие. Это дверки-холодильник. Вот очень тут Юля работает. Я тут купила новые, как они называются, стамесочки. Приехали новенькие. Стамески для Юли я заказала на маркетплейсе Озон. И вообще на Озон очень много всего, в том числе и товары для дома. Например, посуда, мебель, декор. Покажу вам, что лежит в моём избранном из этой категории. 10 классных товаров. Очень красивые ножницы, потому что каждый предмет в доме должен быть особенным. Золотой сотейник. Приятно же подогревать в таком молоко или готовить соусы. Красный торшер. Очень стильный предмет для вашего интерьера. Стильная салфетница, чтобы на столе ничего не создавало визуальный шум. Очень модный журнальный стол обтекаемой формы. Любимые свечи из пчелиного воска. Аромат потрясающий и в сервировке смотрится очень красиво. Глубокая тарелка для супа с ласточками. Наливаешь вкусный суп, а ласточки летают вокруг. Постер с довольным котом. Невероятные любимые бокалы для вина, которые показывала вам не один раз. Салфетки с вышивкой, как уникальный акцент вашей сервировки. На Озон всегда выгодные цены, а также удобная доставка в пункты выдачи или прямо до двери. И что немаловажно, бесплатный возврат. Переходите по ссылке в описании под этим видео или сканируйте QR-код на экране и выбирайте товары для дома. Лавровские звезды. Как с латунью хорошо. Да, с латунью неправда замечательно. И у меня появляется теперь мысль, может быть нам вот здесь сделать тоже латунные фасады из МДФ. Мне кажется, будет хорошо. Короче, здесь на месте экрана должно было быть резное панно с Бали. Мы его не нашли, во-первых, то самое, которое вот хотели, которое запало бы в душу. И мы его не притащили в Москву. И сдается мне, что можно здесь сделать фасады из МДФ в латуни. То есть они не в латуни, это покрытие будет под латунь. Для чего здесь это нужно? Здесь нужно что-то съемное. Не чтобы даже был доступ, а чтобы ванну можно было вынуть. Потому что у нас смеситель останавливается вот сюда вот. У нас вот такой смеситель. Водопад. Сейчас мы его отдали в покраску. Его здесь нету, показать вам нечего. Он хромированный, потому что мне нужен был именно вот такой вот водопад. И мы его отдали снова Олегу красить. Олегу прекрасному, который красил наши другие смесители, кнопки для инсталляции. Вот, он будет стоять здесь. И как Влад сказал, что если что-то случится, если нужно будет поменять смеситель и так далее, нам придется в ванну не просто туда подлезать, а нам придется ее вынимать. Поэтому здесь должно быть что-то такое, что мы можем снять теоретически и отставить. Поэтому стенка будет строиться вот здесь. И у нас получается есть сидушка вот здесь. А вот здесь нам нужно сделать какой-то экран. И тогда ванну можно будет достать, и стенка останется там и останется здесь. И как раз вот эта вот сидушка, она у нас должна быть тоже в микроцементе, потому что я на нее планирую садиться и ножки в ванной греть. Но мне вот этот цвет напоминает вообще и талию. Он прикольно сочетается с этими звезд... О, смотри, вообще под затирку. Тут еще затирки нет, но мы затирку подобрали ровно в тон вот этих вот стыков плитки. То есть у нас одна плитка такая большая, которая 40 на 40. А вот здесь она же еще без затирки, поэтому мы подбирали ее в тон стыков, который уже есть. Собственно, цвет прям подходит идеально. И вот так это может быть. И под латунь подходит. И под латунь хорошо подходит, это правда. Вот с латунью. Да? Ой, ну вообще. Да? Красиво. Вот, ну все, значит, такого цвета делаем тогда сидушку. Затираем микроцементом ее. Тут делаем тогда латунь. Надо в мистер Дорс написать. У них были такие фасады. Можно у них фасады заказывать. Мистер Дорс нашу кухню изготовили. Вот. И, собственно, у нас монтаж на следующей неделе будет именно с ними. Пока что в плане сервиса, заказа, вообще все безупречно. Прошло. У нас с ним нет никакой интеграции. Но они мне сделали очень хорошую скидку. И оказалось, что моя зрительница, на тот момент только зрительница, она дизайнер мистер Дорс. И она, собственно, помогла мне разработать кухню. Мы с ней все заказали. Обняла в одеялко заботы. Дальше дизайнер мистер Дорс, который мне помогла, Елена, она стала моим домовенком. Она пошла на шестой уютач, и мы вообще заобщались. Так что в мистер Дорс есть свой человек. Если нужно будет, я контакты оставлю в описании под этим видео. К ней можно будет обратиться, заказать кухню, шкафы, мягкой мебели есть у мистер Дорс. Так как это не реклама, вы просто ей говорите, что вы от меня. Я думаю, что она вам-то сделает скидку и прочитает все вообще в лучшем варианте, в лучшем формате. Так, ну что тут? Ну все тоже зашпаклевано. Будет бетонная розовая раковина, это я вам рассказывала. Пока что показывать больше и нечего. Латунные листы, мы их будем очищать. Очищаются они по стогоям. Будут натираться все, шлифоваться и будут становиться немножечко светлее. То есть они не такие будут желтые, они будут немножко посветлее. Вот, это, собственно, наши подступенки. И наш деревянный пол. Это единственный кусочек, который я открыла, который можно показать. Лиственница, доски с фасками. Ох, в общем, красота. И будет еще покрываться маслом. Будем цвет красивый тут подбирать. Буду искать что-то такое коричневое тоже. Ну, ближе к натуральному, никакого не серого, но потемнее он должен быть немножко. Вот. И у нас получается такой пол по всему второму этажу. Ну, кроме вот мокрых зон. То есть в мокрых зонах у нас красивая плитка. У нас тут тоже скрытые двери. Вся вот эта вот стена, которая стена антресольного этажа, она будет в обоях. Обои я уже купила. Вся стена должна быть в Моррисе. Была. Морриса здесь не будет, потому что я увидела люстру шикарную в детский санузел в Германии. Ее купила наша Катя. Люстра к нам уже едет. И когда я ее повесила, примерила в калаш, я поняла, что если вот будет дверь открыта и люстра будет просматриваться, то Моррис тут вообще вот просто никак. И настолько я сильно влюбилась в эту люстру, что на этом месте я отказалась от Морриса. Понимаете, насколько вообще любовь была к этой люстре велика. Вот. Но обои к Моррисе приедут в другое место. Они будут на стенке витрины с красивой посудой. А здесь будут обои черно-белая полоска. Они уже тоже куплены. Черно-белая полоска абсолютно скроет скрытые двери. То есть их будет совершенно никак не видно. И на этих дверях будут висеть какие-то яркие постеры, картины, что мы придумаем. В общем, будет супер. Вот. Ну, как бы скрытые двери, как и говорила, ставили бастион. Это дверь в прачечную. И тут еще ничего не сделано. Но плитка для прачечной куплена. И она, мне кажется, на первом этаже. Ну, не важно. В общем, там будет зеленая плитка. Покажу ее, когда она будет. Пока что мы дверь прачки закрываем. И детский санузел. И у нас тут сердечки на полу. Вот такая вот милота. Цементная плитка. Также от LuxMix. В детском санузле у нас готов пол. У нас готовые... Они еще пока что без затирки. Это плитка. Но уже практически все готово. Белая плитка. Самые дешевые от Kerama Marazzi. Зачем она мне здесь была нужна такая самая дешевая? Потому что здесь затирка цветная, контрастная, красивая, голубого оттенка. В общем, все тут построено на сочетаниях. И так как у нас достаточно такой тяжелый, насыщенный пол в плане принта, то здесь хотелось просто какое-то тоже покрытие достаточно такое простое. В общем, простое. И тут такая интересная схема вообще, в принципе, плитки и полок не просто так. Это вынужденная мера. Вот смотрите, у нас тут плиточка повернута вообще по диагонали стоит. Потому что именно здесь проходит балка антресольного этажа. И нам ее нужно было как-то обойти. Обшивать вот так вот гипсокартоном, делать угол не хотелось. Поэтому мы поставили плитку вот таким вот образом. И дальше инсталляция еще. У инсталляции хотелось полку. Но если мы делали бы вот так вот ее продлевали, то ванна бы тогда смещалась. И тогда бы места у нас не было для тумбы под раковину. Поэтому мы сделали тоже вот такую ступеньку. И вот на этой полке будет стоять коллекция уточек для купания. И, в общем, всякого красивого. Коллекция уточек, голубая затирка, красивая наша люстра. Ванная. Ванная сделана с очень удобным местом для ног. Чтобы здесь было удобно стоять и купать ребенка и мыть Дарсюшу. В таком порядке, да, правильно говорить? А то еще вас учит, как всегда. Вот. В общем, экран у нас здесь сделан из гипсокартона благостойкого. И он будет в микроцементе оранжевом. Морковном. Сейчас. Боже ты мой, как хорошо, так как ярко. Нравится? Вот это вообще кайф. Очень хорошо. Смотрите, тут морковный такой цвет, яркий. Он поддерживает сердца. И при этом класс сочетается с фоном. То есть, ну вот вообще все как-то слилось. И почему вообще он появился здесь, этот морковный цвет? Потому что, когда я влюбилась в эту люстру, люстра, она деревянная. И у нее покраска омбре эффект. То есть, там один цвет вытекает в другой цвет. И там два цвета. Это морковный тоже такой оранжевый. И сиреневый лиловый. И вот как-то очень хотелось добавить этот оранжевый. Также я думала сделать сиреневый на затирку. Но потом передумала. Потом все-таки голубой ее оставила. Ее мы уже купили. Вот. Но это... Я должна отойти это посмотреть. Это же просто шедевр. Ой, как мне нравится. Класс, да? Очень красиво. Очень красиво. Как красиво. Очень красиво. Вечно здесь так стоять с этими ногтями. И со своими еще. Очень красиво. Ну нет, затирка такая была бы уже по-другому. Нет. Вот. Он здесь нужен. Где будет тумба под раком, тут у нас плитка. А вот с этой уже стороны у нас будет просто покраска. И где я стою, за мной будут обои. В общем, подумаем, какие обои. Обои какие-то будут очень классные, детские, милые. И что-то от наших российских художников. Тут неправильно вывели провод. Вот ты сейчас стоишь прямо около него. Он должен идти с потолка. Здесь подвесной светильник. Здесь подвес от Полины Артамоновой должен быть в углу. Они решили, что будет бра и вывели. Но благо еще плитка есть, поэтому приедут скоро переделывать. Показывать абсолютно нечего в гардеробной ванном кабинете, потому что просто зашпаклевали все. Мы заказали гардеробную. И мы немножко переосмыслили Ванин кабинет. Потому что изначальная концепция, напомню вам, была Гарри Поттер в стиле Шерлока Холмса и вот это вот все. Но потом мы с Ваней оказались на Бали. Ваня оказался в Старбаксе на вулкане Батур. И я такая смотрю на него и понимаю, что человек просто вписывается в интерьер. Вот знаете, такое бывает, когда ты видишь человека, и ему интерьер прям подходит. Это его. Поэтому мы здесь будем делать что-то подобное. Но по факту цвета, они так и остаются. Ваня хотел темно-зеленый себе кабинет. Он будет темно-зеленым. И гардеробная тоже будет выкрашена в темно-зеленый цвет. А гардеробную, саму корпуса шкафа, я заказала в голубом цвете. И вот будет на фоне темно-зеленого голубой цвет. И все у нас тут заиграет. Тут уже переехала часть наших вещей, которая не помещалась на 30 квадратных метрах. Наши съемные квартиры. В общем, все посылки, все, что приезжало из Люксембурга. С Лерри Дуд. Сапоги, в которых я проводила субботник. Вот. В детской тоже ничего. А, в детской у нас стоит люстра. Люстра, которую я купила. Просто увидела, влюбилась и поняла, что я без нее жить не могу. Я вам рассказывала запрещенки, в Телеграм выставляла ее. Там можно ее фотографии посмотреть целиком. Вот. А сейчас вам только верхушечку смогу показать. Вот она. Роскошество мое. В общем, в Телеграме и в запрещенке висят ее фотографии. Там можете ее посмотреть. И хрусталики, они как будто прямо в невесомости парят. Шикарно. Это наша главная люстра. Она будет над обеденным столом. Давай-ка я немножко все-таки буду снимать. Я взяла камеру. Красно. Да, хоть что-то. Что-то. Смотрите, режиссер Юлыча. Режиссер Юлыча принес домашку. Собирала по лесу. Посмотри, а. Где снимала? Домашка сдала. Домашка сдала. Домашка. Диннадцать. Так, реклама колы нам тут не нужна. Ой, Ваню закрыла. Вот, вот так. Хороший кадр. Кто это тут прищоль? Спасибо, поздравляю. С днем вождения. Желаю тебе счастья и здоровья. С днем вождения. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ПАРАШЮТ! Мы с тобой там стояли, смотрели, говорили... А, лестница, камин, пол... Так кричит, мне очень нравится, когда наушники... ПОЛЬНОЙ ПОЛ! БОРОНКА! Олеся! Олеся! БОРОНКА! Монголы! Монголы! Не монголы! Не монголы! Один монгол! Линия! Может через курицу? А вы открыли одну играх или слова, я не пойму? Она не слышит! У меня не слышит, она не слышит! Первая часть слова, первая, первая... Алиса, может быть? ПАРОХА! 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 СТОЙ КА! МОКАЛ! СТОЙ КА! САН! БАР! БАР? ВОР! ПАРОХА! ВОРОХА! ПАРОХА! ВОРОХА! Бородка! Макдан! Брат! 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 Первое слово! Естественно не! Крас! 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 Клеп! Клеп! Тика! Это кирпичи! Эклектика! 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 Та-ра-та-та-та! В этом мире только мы одни, Я как август, И мы с тобою влюбимы. Поехали! 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 Еще такое, она такая приятная! Я просил чтобы она подарила нам на нашу первую ночь в доме комплект белоснежный постельного белья. Я не буду полностью раскрывать, но я хочу показать ткани, потому что она потрясающая. И хочу вам сказать, что естественно для моих зрителей, для вас всегда есть скидка на постельное белье, какое красивое, вам стоит всего лишь написать Ксюше, я оставлю контакты обязательно в описании под этим видео, сказать, что вы просто от меня, сказать, что вы зритель или читатель канала Виктории Селиной, и тогда Ксюша вам рассчитает комплект со скидкой. Уникальность ее бренда в том, что постельное белье она шьет на заказ под размер ваших подушек, ваших пододеяльников, вашей кровати, просто на резинке, просто без резинки, подушки, которые метр на пятьдесят, как у меня, например, необычные есть подушки одни, и неважно под одним одеялом вы спите или под двумя, как мы, и все это белье приходит вот в таком вот конвертике с кисточкой, и это очень удобный такой бокс для хранения. Я обожаю, как пахнет новое постельное белье, это идеальнейший сатин, прыгай, Дарсюша, это идеальнейший сатин, и я знаю, с каким трепетом и как долго Ксюша ездит по всем фабрикам, производствам, и ищет ту самую идеальную ткань, потом сколько она ее тестирует, сколько она ее растирает, какое красивое за качество. У меня есть инсайдерская информация, что у Ксюши сейчас пришла новая ткань, совершенно потрясающая, она ее описывала, что просто Вика, там такая пришла ткань, господи! Пожалуйста, пишите Ксюше, контакты я все оставлю. И еще хочу вам показать подарок, который заставил меня разрыдаться. Мне очень жаль, что именно этого кадра нет, как Катя Лисич мне вручала подарок. Возможно, если вы такой прям дотошный зритель моего канала, то при том, как я сказала, когда Катя Лисич мне вручала подарок, вы сейчас такие замерли, потому что подозреваете, что это может быть. Я скажу честно, я даже представить не могла, что она мне подарит это. Я была готова у нее это купить после переезда. На мой день рождения Катя мне привезла сертификат подлинности произведения и подарила мне свою самую большую картину, о которой я мечтала, которую я хотела, которую я постоянно вам показывала, которая кажется полностью отражением меня. И все это было упаковано в крафт, еще с одним подарком, который я вам сейчас покажу. И я просто смотрю на этот сертификат, и я такая... Это знаете как? Я вижу картину, я понимаю немножко, что происходит, но я до конца не понимаю, правда ли это. Все бегают перед глазами, я не могу понять, это сертификат на скидку 10% или что это такое? Отрываю взгляд от сертификата, смотрю на Катю, а она рыдает, у нее слезы на глазах, и она такая... Мне нельзя плакать, мне нельзя плакать! И я сижу, у меня начинают течь слезы, потому что я понимаю, что она мне подарила свою самую большую картину, о которой я мечтала. Рядом с сертификатом лежал еще один подарок, не менее ценный и очень неожиданный, но такой красивый. Катя для меня написала икону. Человек для меня сам написал икону. Русский художник написал для меня икону. Это икона Ксении Петербургской, и Катя мне ее дарила со словами, что это как мой оберег от завистников, недоброжелателей. В общем, Катя сказала, что я почитала историю Ксении Петербургской и поняла, почему именно эта святая должна быть у меня. Друзья, я хочу и вам сказать большое спасибо, большое спасибо за все поздравления, которые вы мне написали. Я их все прочитала, я все пролайкала, я не смогла ответить каждому, потому что их было очень много, но я все просмотрела, все пролайкала абсолютно. Столько было добра в этот день, и я так благодарна за это. Никогда себя не чувствую одиноким человеком, потому что у меня всегда есть мой канал и зрители этого канала. В следующей неделе у нас монтаж кухни нашей. Буду вам показывать процесс, покажу вам процесс еще не гранд-финал, как вы понимаете, потому что еще дверки не вырезаны для холодильника. И это очень долгий процесс, еще нам нужно делать столешницу из плитки. И на следующих выходных у нас день рождения у Вани, юбилей, 30 лет. День рождения у Дарси, 8 лет, собачки исполнятся. Конечно же, будут подарочки. Встретимся с вами в следующее воскресенье. Всем пока. Булькает живот, интересно, ты будь слышала. Потому что вот эта вот стена... Потому что вот эта вот наша стена... Это что? Звонит кто-то! Там кошка, соседская гуляет. Смеситель. Вот эта вот самая штука, которая льет воду. Чтобы вот так вот стоять. И можно было здесь спокойно мыть Дарсюшу, мыть ребенка, купать ребенка и мыть Дарсюшу. Наоборот, правильно сказать было. Да! Да, зашли! А, да, что это? А, ля, ой! Ля, ой! Спасибо! Спасибо! Продолжение следует...